Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях яркий представитель русского мира. Песни на ее стихи исполняют мировые звезды. Анна Нетребко, Лара Фабиан. Она работала с Дмитрием Хворостовским, сотрудничает с Игорем Крутым, Дмитрием Маликовым и многими другими. Она живет на пересечении языковых стихий русского, итальянского и французского. Встречайте, у нас в гостях поэт, писатель и переводчик Лилия Виноградова. Лилия, здравствуйте! Любовь, добрый день! Здравствуйте! Вы знаете, я хочу начать нашу беседу с такого фрагмента из вашей биографии. Вы в Миланском государственном университете защитили, как я понимаю, кандидатскую по эссеистике Иосифа Бродского. Я его обожаю, как и миллионы во всем мире. Вот скажите, вы не боялись, когда в 1989 году уезжали из России, что так же, как и Иосиф Бродский, можете не вернуться, потому что это было время перестройки, время было непростое. И все мы помним биографию Бродского, который так и не вернулся в Ленинград, который так и не увидел больше своих родителей. Для него это была трагедия. Не было страшно? Страшно не было, отвечая на первый вопрос про страх. Страшно не было, потому что я в принципе нет у меня этого составляющего в натуре моей. Я очень не умею бояться. Не умею бояться. Единственное, за что я боюсь, ну это уже сейчас с приобретенным возрастом и опытом, я боюсь за благополучие, за здоровье, просто за благосостояние близких, любимых, дорогих мне людей. За себя я не боюсь никогда в принципе, по определению. Это не совсем здоровое качество, не совсем здоровое с точки зрения психиатрического, наверное, отношения к себе, но это факт. Про меня так. Что касается параллели моей с Иосифом Александровичем, благодарю вас безмерно, но вряд ли, вряд ли можно проводить какие-то параллели, потому что все совсем, все совсем по-другому, все совсем не так. И я, история моего перемещения, скажем так, за границу, она никоим образом не может быть даже отдаленно сравнена с историей отъезда Обродского. И вообще я бы ушла от этой параллели. Нет, ни в коем случае, это не параллель, это лишь какие-то, может быть, точки, да, где-то. Вам 21 год был, когда вы уехали. 21 год, вы уезжаете, у вас здесь все абсолютно с 15 лет, вы уже практически звезда, дом, карьера, родные. И вдруг покидаете отчий дом, отправляясь на вольные хлеба. Зачем? Почему? Ну, все совсем не так. Я не отправилась, я не покинула отчий дом, я не отправилась на вольные хлеба, все было совсем по-другому. Я вообще очень не люблю об этом говорить, на самом деле, потому что, ну, во-первых, много воды утекло под мостами, во-вторых, это была совершенно другая страна. Я имею в виду, моя родная, исходная территория была совсем другой по отношению, по сравнению с тем, что сейчас есть в России. И вообще оборачиваться назад я не люблю, откровенно говорю. Я благодарю всех и каждого, кто когда-то встретился на моем пути. Я благодарю каждый дом, в котором я побывала, каждую страну, в которой я так или иначе жила. Вот. Но я всегда люблю смотреть вперед. Так сложились обстоятельства, было очень много всевозможных составляющих, последней из которых было мое желание уехать на вольные хлеба. И это не было диссидентством, это не было, ни в коем случае это не было бегством откуда-то или от чего-то. Это было стремление вырваться из тогда сложившейся моей сугубо личной, сугубо личной ситуации. И только это. И больше ничего за этим ровным счетом не стоит. Никаких политических, так сказать, прыжков и ужимок, никаких стремлений к улучшению моего материального состояния. Как многие же люди, давайте будем откровенными, не просто за колбасой, а просто в этом нет ничего дурного, я в этом не вижу ничего плохого. Человек ищет там, где ему лучше, где ему просто лучше, легче, счастливее живется. И поэтому многие люди уезжали за комфортом, за благосостоянием, за возможностью заработать, за возможностью поработать, за свободой в конце концов. Потому что чего уж, мы жили в Советском Союзе и о свободе только читали в книжках и слушали по вражеским голосам. Свободы у нас не было как таковой на государственном уровне. Но я даже не от этого уезжала, тем не менее. Но жизнь интересная штука вообще, она так сложилась. Вы поехали в какой-то степени за свободой, и наступают 90-е годы, и сюда приходит свобода. И согласитесь, правда? И все перемещения, они становятся как-то проще, легче, и люди открывают для себя новые страны. Они становятся людьми мира, и в этом есть своя прелесть. Вы также стали человеком мира. И тем не менее, все-таки, еще немножко о прошлом. Когда вы уезжали за свободой в другую страну, там надо было говорить по-другому. У вас был прекрасный французский язык, спецшкола, русский. А как было с итальянским? С итальянским у меня было ровно так же, как у любого музыканта. У меня был классический набор музыкальных терминов, и все. Как вы его учили? Я очень много смотрела телевидение. Я поглощала абсолютно любую телевизионную продукцию. То есть мне очень важно было услышать, как говорят люди по-итальянски, живые итальянцы говорят на живом итальянском языке. Я прочитывала газету города Бергамо, по-русски говоря, Бергамо. Она до сих пор называется «Леко де Бергамо», «Эхо Бергамо». От корки до корки. То есть я с таким же успехом могла ее перевернуть вверх ногами. Я не понимала ровно счетом ничего. Но я ее читала от сих до сих, просто для того, чтобы брать количеством. И я разговаривала, я слушала, я превратилась в такую огромную гигантскую губку по поглощению лингвистического материала. Такая огромная черная дыра языковая. И вот в какой-то момент количество, надо сказать, откровенно говоря, довольно быстро. Это несметное количество переросло в качество. Вы сейчас пишете на разных языках мира. Вот на каком комфортнее всего излагать чувства, мысли? Такой сложный вопрос. Я понимаю, что он сложный. Странно, да, казалось бы, нормальным ответом, ожидаемым, во всяком случае, ответом, было бы сказать, конечно, комфортнее всего мне писать на моем родном языке. Я родной язык, это тот, на котором ты начал говорить, соответственно, это русский язык. Но в моем случае это не так. И я вам скажу, наверное, вот что. В зависимости от того, что и как, и когда мне нужно писать. В зависимости от задачи, одним словом. Если я пишу стихи, то, конечно, органичнее мне писать по-русски. Если это связано с музыкой, нечто, там, скажем, песни или любая другая музыкальная форма, подразумевающая текст, тогда, наверное, мне проще писать по-итальянски или по-французски. Интересно. В Италии, помимо замечательных произведений, у вас родилась замечательная дочь. Да, это моя лучшая, это мой главный шедевр. Она говорит по-русски? Да, обязательно. То есть это было прям важно сохранить? Все непременно. Это жизненно необходимо, я считаю, абсолютным безобразием и дурным тоном. Сейчас на меня обидится, наверное, большое количество людей. Но я считаю, что это неприлично, когда человек не дает своего родного языка своему ребенку. Даже тогда, когда ребенок этот рождается в другой языковой среде. А вы сталкивались с такими вот случаями? Да вы что? Конечно, сплошь и рядом. То есть огородиться от России, что нет у нас этих корней, может быть, где-то они там. Ну даже не так вы очень глубоко любовь копаете. Да, все проще. Вы подвозите такую серьезную философскую базу. На самом деле никакой философской базы в большинстве случаев нет. Просто элементарно лень. Потому что это трудно. Потому что когда ты находишься в другой языковой среде и являешься единственным носителем языка, тебе гораздо проще говорить с ребенком на языке той страны, в которой вы находитесь. Даже если этот язык у тебя плохой. Это правда. Я сама через это прошла. Это нелегко. Но это необходимо делать. Ваша дочь пошла по вашим стопам? Ну, в какой-то степени, наверное, да. Она обучается киноискусству в Болонском университете. И очень хорошо пишет. Это сейчас во мне не говорит мать-наседка. Я вообще совершенно не мать-наседка. И не хлопаю. Ну, то есть я мать. Я же мать. Но я не хлопаю крыльями, не уношу склёкотом в гнездо. Как бы свобода и абсолютная... Свобода самоопределения должна быть у ребенка. Ну, вообще у человека, у любого. А дети, они же такие же люди, просто они маленькие. Поэтому ровно столько же уважения нужно, ровно столько же доверия нужно. У вас всегда это было? Да. Как? Я за это боролась. Всю жизнь. Сейчас столько курсов, понимаете, тренингов. И все учат, как с самого детства. Нет, я больше упаси. Боже, кто я такая, чтобы кого-то вообще учить. Нет, а вы говорите... Только про себя и от себя. Исключительно. Я говорю только про себя и от себя. Вас также воспитывали? Нет. 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 А какой кредо? Какие законы были в вашем детстве, в вашем воспитании? Ну, как? Как у нас у всех. Ты должен. Ты обязан. Обязан, да. Ты... Есть такое слово «надо». Есть такое слово «надо». Да. Хочется, перехочется, перетерпится. Ну, как все советские дети. Нет, вообще, на самом деле, я не могу, мне грех жаловаться. У меня было много свободы тоже в детстве. И в отречестве в моем не хватало свободы. Ну, также потому, что я такой человек, что если у меня и нет свободы, я ее себе добуду любой ценой. Поэтому мне как-то не обязательно ее давать, я ее сама возьму в любом случае. Еще про дочь. Да. Скажите, никогда я не хотела жить в России? А вы знаете, у нее немножко по-другому вообще работает сознание. Она в Москву прилетает с самого своего, можно сказать, с рождения. Впервые она прилетела со мной в Москву, будучи грудным ребенком. Ей было, по-моему, пять месяцев, что ли. Да, пять с половиной месяцев. И поэтому для нее жить в Москве или там жить еще где-то, это нормальное существование. Она везде себя хорошо чувствует. Ну, да, да. Это здорово. Она, у нее есть московская прописка, у нее есть российский паспорт, российское гражданство и прочее. Лилия, скажите, когда к вам пришел первый успех? Когда вы поняли, что вы на своем месте, что вы занимаетесь своим делом? Потому что успех для творческого человека – это очень важно. Фух, какой сложный вопрос. Успех, а что такое успех? А вот для вас что такое успех? Для кого-то, чтобы, знаете, с каждого утюга. О, это моя песня, и она вот там, она там на новой волне. Или золотой граммофон там. Я не знаю. А для кого-то я ехала в поезде, и вот стоял человек и напевал эту песню в тамбуре. Вот это успех. Не знаю, он у всех разный. Ну, наверное, знаете, так, абсолютно не задумываясь на вскидку, очень ценна для меня была моя самая первая подборка стихов в журнале «Юность». В незапамятном году. Сейчас даже вам не скажу, в каком. Мне было... 18, наверное, мне было или не было еще. Ну, не больше 18. И это вот моя самая первая подборка. Это очень, очень для меня было важно и дорого. И, наверное, первая песня года, первый диплом песни года за песню «Карточный домик» с музыкой замечательного Виктора Резникова. «Карточный домик» сломать Я не желаю играть Время впустую идет Что упадет, пропадет Мне не было еще тогда 18 лет, и там возникли какие-то подводные моменты, что не хотели давать мне этот диплом, Потому что я еще была несовершеннолетняя, а по тогдашним законам, как-то сейчас точно я не вспомню, но, в общем, были затруднения, но в результате дали все равно. 15 лет. Такой успех. Не знаю, может быть, я раскрою секрет для наших телезрителей. У вас очень известная мама. Известная на всю... Ну, такой секрет полишинили. Да, да, да. Известная на всю страну, зарубежье. Это радиолегенда Диана Иосифовна Берлин. И вот в тот момент, вам 15 лет, вы уже вдруг, потом 18 лет журнал «Юность», да, то есть успехи, они видны. Как мама реагировала? Она вообще хвалила? Она боялась, что будет звездная болезнь? Она очень не хотела, чтобы я этим занималась. Я могу вам сказать только одно, что если кто-то думает, что тот факт, что моя мама была очень значимым персонажем в Государственном комитете телевидения и радиовещания, вы ошибаетесь, никакого особенного карт-бланша у меня не было, а наоборот, мне приходилось преодолевать ее, в общем, достаточно серьезное нежелание того, чтобы я этим занималась. То есть она не хотела, чтобы я обошла в этот мир. Она хотела, чтобы вы кем были? Ну, ей очень нравилось то, что я училась, вот, академическое музыкальное образование получала вот в Несенском училище, что я училась. Она образная такая специальная, которая прокормит, стабильная, ну, что-то более понятное. Да, ну, во всяком случае, в эстраде, вот, то, что сейчас называется шоу-бизнесом российским, она точно не хотела, чтобы я туда пошла. Тем более поэзия. Ну, да, и потом, когда я решила поступать в литературный институт, она была к этому тоже не совсем, вернее, совсем не готова и так далее. Ну, в общем, маме со мной было нелегко, одним словом. Всем мамам непросто? Очень непросто. Вам, наверное, тоже бывает непросто? Нет, по сравнению с моей мамой, мне очень просто нет, нет, моя дочь не дала мне даже, в общем, сотой доли проблем, которые я доставила своей маме. Нет, нет. Ну, у нас, конечно, у нас был неприятный препаративный возраст 15-16 лет, совершенно отвратительный. И это было все неприятно, но это все началось, все закончилось, ну, собственно, как у всех подростков, ничего сверхъестественного. Про первый успех я поняла. Вы знаете, у нас сегодня, вот, вы сказали уже странный вопрос, и следующий вопрос, он мне тоже кажется странным, но я не могу его не задать. Вы работали и работаете с очень известными людьми по всему миру. Повезло мне, да. Повезло. Это действительно потрясающе просто. И они исполняют песни на ваши стихи. Вот, я понимаю, как спросить из всех детей, какой самый любимый? Ну, может быть, он и есть любимый? А-а-а! Есть. Это все вранье, знаете, нет, все одинаковое, это как-то ничего подобного. Ну, вернее, как вранье, опять-таки, только от себя и о себе могу говорить, у каждого по-разному. У меня есть любимые, конечно, мои песни, естественно, есть нелюбимые песни, естественно, песни, которых мне даже стыдно, мне не хочется о них вспоминать. Есть работы, которые мне, совершенно мне неприятно, что мне вспоминают, что я их написала, и я не хочу вот уговорить. Такое есть. Ну, любимчики кто? Ну, во-первых, это весь целиком проект «Дежавю» с Игорем Крутым, и написанный специально для Дмитрия Хворостовского. Это, ну, это даже не любимчик, это совершенно судьбоносное явление в моей жизни, которое серьезным образом повлияло на меня, как на человека, как на творческую единицу, как на весь мой путь, скажем так, на земле. Вот, просто глобально, глобально. Не очень люблю это слово «судьбоносное», но это, безусловно, судьбоносная была, судьбоносная история, прям история с большой буквы. И за что я, конечно, на всю жизнь благодарна Игорю, потому что он пригласил меня, он поверил в меня, он дал мне такую возможность, он познакомил меня с Димой. И началась вот этот прекрасный опыт, который, по большому счету, никогда не закончился, по большому счету. Вы были очень дружны. Да. Да. Давайте посмотрим фрагмент выступления Дмитрия Хворостовского, вашего совместного сотрудничества с ним. Дмитрия Хворостовского, вашего совместного сотрудничества с ним. Лилия, буквально недавно вышел ваш новый сборник. Как вы сами сказали, это такой некий итог 10 лет. Чему он посвящен? Кому? О чем эта поэзия? Какое бы имя ни стояло вот в правом крайнем углу страницы в качестве посвящения, какие бы инициалы там ни стояли, все равно это посвящение самому себе. От самого себя, самому себе. Потому что ничего интимнее и интровертнее, скажем так, чем стихи, придумать нельзя. Просто нет ничего более личного, ничего более внутреннего, ничего более застегнутого на все пуговицы, чем поэзия. Вы сейчас так честно об этом сказали, потому что обычно поэты говорят, что это там о ком-то. Не каждый сознается, что это я про себя на самом деле. Это вот про меня все. Я вообще, знаете, имею такую привычку быть честной. Она у меня как-то имманентно мне присуща, эта штука, говорить правду. И мне правда легко и приятно. Такая цитата из любимой книжки. Правду говорить всегда легко и приятно. Стихи – это всегда доверительный разговор с самим собой. В отличие от песни. В песне ты уж будь любезен обращаться к людям, потому что песню ты пишешь для людей. Если песни не нравятся людям, значит это плохая песня. Конечно. А если стихи не нравятся людям, то это ничего страшного. Все равно ты написал их, потому что ты не мог их не написать. Все равно то, для чего они появились, уже случилось. Это как дышишь ты воздухом, ты же не задумываешься, а для кого сейчас? Давай-ка я сейчас подышу. Для кого? Может быть, посвящается Васе мое дыхание? Нет. Ты дышишь, потому что ты иначе умрешь. Было время, когда поэта в России был больше, чем поэт. Потом это место сменяли люди разных профетий, которые становились то больше, то меньше. Какие-то места занимали в России и к ним больше прислушались. Сейчас поэзия снова, мне кажется, на другом уровне. Благодаря развитию интернета мы узнали очень много новых имен, и они стали кумирами среди молодежи. Они собирают крупные площадки. И, кстати, женская поэзия. Женская поэзия, она вообще как-то вышла сейчас из тени. Появились современные свои Цветаевы, Ахматовы. А вот в Италии какое отношение вообще к поэзии? Поэт, он популярный человек, непопулярный? Или это такое камерное искусство? Поэзия всегда и везде, и я думаю, что и в России точно так же. Вообще, эта фраза, она случайно, ее поэт, выпив водки в ЦДЛ, вляпнул, и она как-то ушла в народ. Ну, она довольно смешная, откровенно говоря, на мой взгляд. Поэт в России больше, чем поэт. Почему? Ну, такая, ну, красивая литературная находка. Ну, давайте ее брать в кавычки, и там ее и оставим в числе других красивых поэтических оборотов. Но делать из этого платформу и философский базис я бы не стала. Лично я не стала бы. Мне кажется, что поэт и в России, и в Италии, и в Америке, и во Франции, это всегда некая особь, это индивид, это кто-то, кто живет по собственным законам в собственном мире. Другой вопрос, что более одаренный поэт впускает в этот мир и дает возможность узнать себя в этом мире многим людям, да, а менее одаренный поэт остается интересным, там, себе, родственникам, и пишет любимой бабушкиной юбилей стишок. И бабушка счастлива при этом, и это прекрасно. И пусть он продолжает дальше писать посещение бабушки. Но просто, вот вы говорите, появились новые цвета, и вы, как это возможно? С моего времени, я понимаю, что это очень громко звучит, да, но появилось много новых поэт, поэтесс, да, которые подчеркивают свою гендерную принадлежность и делают ставку на определенную аудиторию. Ну, если ты должен стихи скрывать за гендерной принадлежностью, то что же это за стихи такие, которым нужны костыли в виде тех или иных первичных или вторичных половых признаков? То есть вы, так, Анна Андреевна Ахматова, которая не любила, когда ее называли поэтесса, она говорила, я поэт. Нет, и я очень ровно. Вот меня, знаете, постоянно спрашивают, как вам, Лилия, как вы предпочитаете вас объявить поэтессой или поэтой? Я говорю, да как хотите. Ну, как вам ловче, так и объявляйте. Потому что, ну, понятно, да, что я человек женского пола. Ну, как бы, по мне это, мне кажется, видно сразу. Скажем честно, это видно, Лилия. Ну, вот, собственно, и все. Зачем мне, ну, подчеркивать это? Для чего? А скажите, а вы кого-то из коллег уважаете по цеху? Всех коллег я уважаю. Я уважаю всех и каждого, кто есть мой коллега. Сколько среди них графоманов? Это же ужас какой-то. У каждого графомана есть хотя бы один удачный текст. Если не целиком текст, то хотя бы строчка. Вы знаете, гениально мне сказал мой издатель. Успокойли и меня тоже. Это правда. Гениально сказала мне мой издатель, когда издательство у Никитских ворот, Мария. Когда я ее спросила, как она борется с армадами и полчищами, атакующих ее графоманов, она сказала, что, ну, ведь в каждом стихотворении есть какая-то тема, да? И поэтому ты всегда можешь сказать, вы знаете, в ваших стихах особенно много природы. И это хорошо. А вот там еще у кого-то, а у вас, вы знаете, замечательно описывается, там, не знаю, город. Вот город, вот урбанистики много у вас в поэзии. Да, ведь это же, ведь это же, наверное, хорошо. И вот мы никого не обидели. А когда-то, когда я была девочкой, потрясающий совершенно человек, который принимал большое очень участие в моем формировании, замечательный композитор Микол Леонид Штревердиев, научил меня скрывать мою вот такую вот топорную прямоту и тотальное отсутствие дипломатичности, он меня учил, говорил, Лиля, так нельзя. Надо, вот если тебе не нравится, там, поташнивает даже плюс-минус сильно, да, ты должна сделать серьезное лицо и сказать, когда я тебя спрашиваю, так, что вы можете сказать там про такого-то, про Пупкина? Ты должна красивое лицо сделать и сказать, хороший автор. Так, о кухне литературной мы с вами немножко поговорили. Теперь я предлагаю поговорить о кухне гастрономической. Ой, давайте, ну, наконец-то! Понимаете, я снова хочу вернуться к вашему любимому Бродскому. Так. Он, насколько современники пишут, готовил так себе, и вообще особенно эти... А поесть любил. А поесть очень любил. Знаете, что он любил? Он любил котлетки, винегретик, борщ и очень любил китайскую кухню. Я знаю, что вы очень любите готовить. И мне жаль, что мы сейчас с вами не на кухне. И мне жаль. Это было бы так вкусно, дорогие друзья, но в следующем сезоне мы какую-нибудь такую программу русской кухни... Ой, давайте, вот если у вас будет такой, пожалуйста, позовите меня на кухню. Обязательно, обязательно. Скажите, если бы у вас была возможность, гипотетически, встретиться с Бродским, чем бы вы его угостили? Ну, у меня даже нет никаких сомнений. Так, что это было бы? Все зависит от того, где бы мы с ним встретились. Потому что хорошая кухня... У вас на кухне? Дома. Где дома? В Москве или в Италии? Ну, давайте в Италию. Он любил Италию. А, окей. Если в Италии, тогда, конечно, хорошая кухня, она подразумевает так называемые, знаете, 0 километров. Вот. То есть региональность. Вот чем ближе... Вот все продукты... Ой, это вы напрасно сейчас задали меня. Сейчас часа натрия. Дело в том, что самое главное – это избавляться от удаленности продуктов, из которых ты готовишь. Например, если ты находишься в Тверской области, да, и решаешь накормить своих гостей, допустим, осьминогом с сельдереем, то ты дурак. Ну, просто вот так вот я скажу запросто. Ты дурак. Ты пойди, купи картошечки, возьми, накопай лучка, свежего... Редисочки. Редисочки. Ты купи сметаны, которая прям сметана, сливочного масла, вот мясо, которое, чтобы ты знал, где жила эта корова, чем кормили ее бычка и так далее, и тому подобное. И из этого приготовь свой обед-ужин, чем ты там хочешь накормить своих гостей. Шарлоточку сделай. Ну вот, вот. И ты будешь молодец. И гости твои тебе скажут спасибо, дорогой хозяин. Вот так. Поэтому если бы у меня была счастливая возможность накормить Иосифа Александровича, я бы приготовила что-то из венецианской кухни, потому что он, как все знают, обожал Венецию. И он там, собственно, сейчас и находится, там он покоится, там он похоронен. Поэтому я бы приготовила ему печень, говяжью печень, телячью лучше, по-венециански. С пюре. Где вы научились готовить? Вообще, откуда такая страсть готовки? Не знаю. Вообще. Это непостижимо уму, я не знаю. Этому можно научиться или это талант? Нет, научиться можно, конечно. Вообще, я думаю, что научиться можно всему, к чему у тебя лежит душа. Лилия, спасибо вам за то, что вы сегодня так вкусно нам рассказали о себе, о том, чем вы занимаетесь. В следующий раз встречаемся на кухне. Договорились. Договорились? Да. И будем уже пробовать. С удовольствием. Ура. Спасибо вам большое. Спасибо, Люба. Спасибо. Звезда русского мира Лилия Виноградова, поэт-переводчик, была сегодня у нас в гостях. До новых встреч, дорогие друзья. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»